1838 год, первая половина. Ну вот, во-первых, как раз чертисты написали свою петицию. Надо поговорить о чертизме. Я к ним еще возвращусь в 42-м году должен, когда у них будет второй пик движения, и в 48-м они еще выступят. Значит, чертизм считается это социально-политическое движение в Англии с 36-го по 48-й год прошлого века. Ну и чертисты, они потому что подали петицию, которая по-английски называется хартия или чартер. Вот, чертисты это группировка левых либералов с некоторым участием, с некоторым креном ее наиболее радикального крыла к социалистам. Но в принципе это левые либералы. Тем не менее, потом многие из них перешли уже в полных социалистов во второй половине 19-го века. Поэтому чертисты считаются предшественниками английской социал-демократии, но они ими не являются. Ну, максимум там они где-то на позициях анархизма стояли, самые радикальные из них. То есть никакого там социал-демократии не было. Но, однако, причины социальные, то что левые либералы занялись рабочими, были серьезные. Во-первых, произошел давно уже промышленный переворот в Англии на тот момент. То есть основная часть продукта производилась на заводах, на крупных к тому времени. Ну и начались типичные проблемы. Я тут уже много за рабочих рассказываю. Почему я так много начал про рабочих? Потому что их было много. И они реально все производили в таких странах, как Англия и Франция. Ну, есть в наиболее развитых. Постепенно шел промышленный переворот в Германии в это время как раз. В России практически ничего еще не было. Поэтому эти проблемы Россию не интересовали. В России другие были проблемы. Крепостные крестьяне, угнетенные народы и так далее. А вот в Англии действительно, да, рабочие. Прошло ряд промышленных кризисов 1825 и 1836 годов. После кризисов была безработица. И как раз в основном в главных промышленных центрах. Попытки ООНа создать какие-то социально ориентированных предпринимателей, либо создать социальное государство провалились. Ни предприниматели, ни государство не поддержали идеи ООНа, хотя они сильно опережали свое время. Про ООНа я рассказывал. Он агитировался за то, что надо заниматься рабочими, нужно оказывать им социальную помощь. Либеральное государство ничего такого не делало. Шли постоянно рабочие бунты еще с 20-х годов с грабежом булочных, потому что им было нечего есть. Бунты подавлялись армией. Было очевидно, что социальное напряжение в стране, в общем-то, нарастает. Поэтому часть либералов, убедившись, что классический либерализм не работает, но дело в том, что я же рассказывал, классические либералы были в 18 веке, они утверждали, что предоставим всем свободу, всем будет хорошо, все будут заниматься своим делом, не произошло этого, произошло сильное расслоение социальное, и надо было что-то делать. Поэтому часть либералов, которые в социальном отношении в основном были мелкими предпринимателями, интеллигенцией, то есть относились к этому среднему классу свободных производителей, о котором я все талдычу, и который на самом деле и является самым радикальным, а отнюдь не промышленные рабочие. Но они сначала были на либеральных позициях, эти мелкие собственники, потом они перешли к позициям леволиберальным, учитывая, что такое огромное количество рабочих, это явно мешало всем в стране, и они это поняли. Они, так сказать, с этого денег не имели. Крупная буржуазия имела деньги с эксплуатацией рабочих, а мелкая не имела, и она объективно видела, что ситуация угрожает Англии в целом, нужно что-то делать. И она смыкалась, поэтому ее интересы смыкались с интересами рабочих. Но поскольку либералы, они в основном сначала все мыслили в терминах парламентских выборов. Как я уже говорил, после некоторого господства консерваторов во всем мире, не только, кстати, в Англии, они в 30-м году, либералы, пришли к власти во Франции, и в 32-м фактически в Англии. В Англии они пришли путем парламентских выборов. С 32-го года в Англии опять у власти либералы, которые провели парламентскую реформу, демократизировали значительно выборы, но рабочие так и не входили в состав тех, кто голосовал. То есть был все равно имущественный ценз, который они снизили, либералы, то есть больше населения могло в выборах участвовать, но рабочие так и не могли. Поэтому вот либералы, левые, начали внушать рабочим, что рабочим надо требовать избирательного права. Тогда в парламенте и вообще в местных органах власти будут сидеть представители рабочих, они будут принимать решения в интересах рабочих, и тогда мы вот создадим социальное государство, необходимость которого уже все более-менее понимали тогда. Основные требования, которые как раз в 38-м году, 8 мая 1838 года, это публикации требований чертистов. Основные требования, за которые они потом воевали, это было 6 пунктов всего лишь. Включали в себя всеобщее избирательное право для всех старше 21-го года с отменой имущественного ценза. Ну вот этого даже во Франции в революцию не было, все равно какой-то ценз был. Вообще всякий ценз отменить, что все мужики старше 21-го года могут голосовать независимо от их собственности. Вот в принципе то, что сейчас везде, но тогда как раз этого не было. Равные избирательные округа, тайное голосование, вознаграждение депутатов. То есть вот как раз вот эти зарплаты депутатов, сейчас критикуем, однако требовали вознаграждения депутатов первоначально левые. Почему? Потому что если бедный человек будет депутатом работать, он не сможет работать на производстве и кормить семью. А денег у него, значит, нет. У него нет пассивного дохода. То есть бедному надо что-то крутиться, и значит он не пойдет депутат, если там не платит. Вот требовали, чтобы платили депутатам, именно чтобы бедные могли быть депутатами. И требовали это левые либералы исторически. Ну в общем всеобщее, равное, прямое, тайное избирательное право они требовали. И годичный срок, то есть каждый год выборы. Чтобы если там они продадутся, чтобы быстро можно было убрать. То есть он в течение года должен был отчитаться, что он конкретно сделал для рабочего класса, если уж его избрали от бедных. Вот такую модель предлагали. Это левая либеральная модель, потому что она идет через выборы. Я тут про социалистов уже много болтал, я еще буду. Социалисты, как правило, критикуют выборы. Не то, что мы против выборов, мы просто считаем, что это механизм недостаточный. Он должен дополняться многочисленными другими механизмами. То есть это не основное, чего должны добиваться трудящиеся. Трудящиеся должны комплексы мер добиваться, социальных, культурных, в их интересах. Но в том числе и политических прав. Потому что без, допустим, без свободы слова мы не можем вообще высказываться. То есть программа-то включает программу левых либералов, и ничего против ее мы не имеем. Просто нужно шире понимать ситуацию, а не просто предоставить всем свободу и ждать, что из этого получится. Из этого ничего не получится, потому что трудящиеся нуждаются в дополнительной защите. Но вот этого чертисты, как правило, не понимали. Я уже рассказывал, что в Англии анархисты были тоже примерно с времен французской революции. Я рассказывал о теоретиках, Уильям Годвин и так далее. Эти анархисты, они там продолжали оставаться такими кружковцами, то есть сидели, так сказать, и обсуждали, как бы нам общество устроить получше. А в движение чертистов они влились. То есть помимо левых либералов вошли многочисленные анархисты, у которых были близкие взгляды о том, что народовластие, социальная иерархия мешает проявлению личности и так далее. Это им все понравилось, про всеобщие выборы анархистам. Они подумали, что вот это увеличит права трудящихся, уменьшит власть капитала и государства, и присоединились. Поэтому вот так нужно определить политически, что это леволиберальное движение с некоторым участием анархистов. Так оно далее развивалось. Вот участие анархистов привело к тому, что начали выдвигаться и социальные требования. То есть первоначально они только политически выдвигали насчет выборов. Потом начались и социальные, потому что эти анархисты все больше там всех радикализировали внутри чертистского движения. Я уже рассказывал, что в 1934 году либералы приняли закон о работных домах, по которому они практически заключали в тюрьму всех, кто не мог сам для себя зарабатывать. Так они считали, что бедным не надо размножаться, они их сажали в тюрьму, где отделяли мужчин от женщин, гоняли их на тяжелые работы, почти не кормили, выдавали им там униформы и так далее. Но это, естественно, вызвало жуткий протест среди бедных, потому что фактически бедность была объявлена преступлением. Почему человек и так бедный, его еще сажают за это в тюрьму? Ну и у многих там были родственники. То есть как кто-то, допустим, более-менее держится, а его там, не знаю, мать-сестра не держатся. Вот ее схватили мать-сестру и посадили в этот, блин, работный дом. Кроме того, либералы запрещали помогать, допустим, церкви даже. Вот раньше христиане помогали бедным, а либералы запрещали, чтобы бедные не размножались, исходя из теории Томаса Мальтуса. Потому что бедные сами виноваты в своей бедности. Этот пункт включили, естественно, чертисты в свою программу, то есть отменить работные дома и наладить нормальное социальное обеспечение без вот этих вот ужасов. Митинги против закона о работных домах проходили тоже грандиозные и подавали постоянно петиции в парламент за отмену этого закона. Поскольку появилось много промышленных рабочих, и часть все-таки там были образованные, возникают первые профсоюзы именно в Англии. 1836 год возникла Лондонская ассоциация рабочих. Это первый профсоюз. За профсоюз выступал также Оуэн, о чем я рассказывал, и он активно тоже занимался профсоюзным движением. То есть Оуэн сначала пытался убедить предпринимателей, что им нужно какие-то условия создавать человеческие для своих рабочих, и так будет лучше. Потом он пытался убедить правительство. Ни тех, ни иных не убедил, Оуэн пришел к такому выводу, что сами рабочие только смогут что-то добиться. И Оуэн поддерживал профсоюзы на этой стадии. Ну, это, в общем, тоже все такой мейнстрим социалистического движения. Потом будут очень много этих профсоюзов, и левые все будут в профсоюзах работать. Профсоюзы примкнули к чертистскому движению, потому что это было в интересах рабочих, что им дадут избирательные права. Все ассоциации рабочих, они все поддерживали чертистское движение и принимали непосредственное участие в митингах, в съездах, в формулировке программ и так далее. Где-то уже к 1937 году это движение достаточно такое массовое, чертистское. То есть они как раз говорят, что сейчас вот-вот напишем эту всю петицию и будем за нее бороться. В 1938 году они написали. Уже в 1937 году выделяется два крыла. Значит, имеется правое крыло чертистов. Это такой Эдвуд. Ну и, кстати, все профсоюзы были правы. Вот по поводу позиции рабочих, она не обязательно радикальная, как об этом фантазируют марксисты. Допустим, секретарь Лондонской ассоциации рабочих Уильям Лови, то есть прямо лидер всего профсоюзного движения Англии, он был в правом крыле чертистов. Значит, правое крыло чертистов выступало за союз рабочих, индустриальных с их предпринимателями, потому что у них считали, что у них одни интересы промышленные. Но это, кстати, тоже много во всяких ранних социалистов в их концепциях присутствует. Про промышленный класс, про то, что предприниматели и рабочие, в принципе, они едины по своим интересам, потому что они что-то производят, а полиция, например, ничего не производит, и у нее другие интересы. Ну вот примерно на этих позициях стояли профсоюзы, между прочим, в Англии на тот момент. Ну вот, значит, союз буржуазии с рабочим классом и, соответственно, мирные средства воздействия на парламент. То есть проводить миллионными демонстрации, петиции. В принципе, они были не против забастовок, то есть они были против вооруженной борьбы с правительством. То есть проводить забастовки, митинги и таким образом добиться от правительства, чтобы оно ввело всеобщее избирательное право. Вот позиция правого крыла чертистов. Ну, правое крыло чертистов – это классический левый либерал, вообще говоря. Левое крыло чертистов, в котором были в основном ирландцы, О'Коннор, О'Брайен, Стефенс и так далее, считали, что необходима вооруженная борьба. Ирландцы, короче, туда примкнули и считали, что демонстрации недостаточно, надо стрелять в палец. Это поможет. Все они были еще за отмену хлебных законов. В Англии ввели таможенные пошлины высокие на хлеб, чтобы поддерживать местного производителя. Но в Англии это шел промышленный переворот, и производство хлеба падало. В результате хлеб дорожал, и вот эти левые все требовали, чтобы отменили таможенные пошлины, чтобы хлеб свободно ввозили из других стран по низкой цене. В принципе, это была либеральная позиция, то есть за свободу торговли. И поэтому левые либералы, даже правое крыло, чертистов тоже за это выступали, активно поддерживали, что разрешим ввоз зерна, упадет цена на хлеб. Ну вот у нас капиталисты, которые у власти в Англии, например, заявляют, что они либералы за свободу, а когда им не надо, они эту свободу легко убирают. То есть, допустим, они считали, что им не надо свободный ввоз хлеба, и вот в этом пункте они вводили тарифы, и от своего либерализма отказывались. То есть они вообще-то гибко свою, так сказать, концепцию применяют. Значит, левое крыло, помимо того, что они выступали за революционную борьбу, за всеобщее равное голосование, левое крыло, оно имело ряд анархистских пунктов в своей программе. В частности, они считали, что постоянную армию надо сократить, либо вообще отменить, заменить всеобщим вооружением народа, так как армия это просто паразиты, которые сидят на народе и подавляют, между прочим, народные восстания регулярно. В Англии так и происходило. А также полностью отменить всяческую поддержку церкви, и саму концепцию государственной церкви. То есть религия это личное мнение каждого, никакой государственной поддержки церкви не должно быть, никакой официальной церкви англиканской в Англии тоже не должно быть, но по сути, то есть разогнать церковь и сократить армию, за что они выступали, а также раздать народу оружие, чтобы он сам в случае чего себя защищал. Это в целом требования анархистские, которые постоянно анархисты выдвигали, и в общем тут можно сказать, что есть влияние анархистов на левое крыло чертистов. Как правило, все они также считали, что нужно вводить какое-то законодательство по поводу пролетариата, ООН их убедил, что должно быть какое-то трудовое законодательство, но они четко это не формулили, считали, что вот парламент выберем из рабочих, а те уже решат. Какой-то четкой социальной программы, кроме вот этих пунктов, у них не было. Но они считали, что выберут парламент, и там уже все будет. Вот в мае 1938 года они провели огромный митинг в Глазго, где собрали 200 тысяч человек. На нем Эдвуд, то есть лидер правого крыла, сильно ораторствовал. И дальше митинги по всей стране огромные привели, и требовали, что мы будем добиваться всеобщего избирательного права любыми средствами, какими только захотим. 4 февраля 1839 года в Лондоне они собрали съезд чертистов огромный, у них огромное было массовое движение, они могли поднимать миллионы, действительно. Ну, потому что они организовали союз мелких предпринимателей с промышленными рабочими. И у рабочих уже были профсоюзы, и профсоюзы все рабочие состояли у них. То есть вот как бы вот там у рабочих главный профбосс распорядится, и все, они весь Манчестер соберут. Так что это было массово и серьезно. Ну, на съезде 1939 года они окончательно уже разработали эту хартию свою и подали парламенту. В хартии они все написали, что капитал там страшно угнетает рабочий класс. Ну, там такое было положение. Капитал не должен быть лишен надлежащей прибыли, а труд рабочего, надлежащего вознаграждения. То есть они намекали, что рабочим не доплачивают. Весь 1939 год они вели массовую агитацию, проводили грандиозные, огромные митинги при свете факелов. В июле 1839 года они подали эту хартию 1,2 млн подписей. 12 июля 1939 года парламент проголосовал, и подавляющим большинством либеральный парламент эту хартию не принял. То есть они подали эту петицию, как они хотели, чертисты, и нифига не получилось. Левое крыло начало сразу призывать к восстанию, раз эту хартию не взяли. Состоялось несколько крупных митингов, которые разгоняла полиция, стреляла при этом в народ. В городе Нью-Порте произошел штурм тюрьмы. Примерно 10 тысяч человек штурмовали тюрьму, в которую посадили чертистов. И была тоже крупная перестрелка. В конце 1939 года, вот на волне всех этих беспорядков, 380 чертистов арестовали, и всех их посадили примерно сроки до двух лет. Но все-таки Англия либеральная, и сроки были маленькие. Однако появилась книга Томаса Калейля «Чертизм», где он доказывал, что невозможно уничтожить чертизм, потому что идеи верные. Они продолжали функционировать, их организация называлась чертистские ассоциации. В 1940 году снова провели съезд. В условиях репрессии у них начало доминировать правое крыло, которое считало, что не надо нарываться на репрессии, и надо продолжать мирную агитацию. В то же время, вот эти все левые, которые по два года в тюрьме отсидели и выходили, они тоже пользовались этим, тем, что они уже пострадали за народное дело. И также пользовались тем, что ну вот о чем, подали петицию, и правительство всех расстреляло. Ну вот так надо революцию делать, рассказывали левые чертисты. Ну и дальше, в общем, про это еще будет. Это я довел ситуацию где-то до начала 40-х. В 40-м, 41-м году вот такая была ситуация. Выходили чертисты из тюрем, которых в 39-м году сажали, и призывали делать революцию. Есть оценка Энгельса и Маркса о том, что вот участие рабочих в движении чертистов говорит о политизации рабочего класса. Ну, я думаю, что вот она, опять же, неверна, потому что она схематична. Во-первых, это все-таки движение левых либералов, которые рабочие только поддержали, да. Никакой, собственно, рабочей идеологии не было предложено этими рабочими. Они поддерживали вот установки фактически мелких предпринимателей, которые вот их призывали. Ну, также интеллектуалов, там участвовали интеллигенция серьезная, Королейль тот же, и левые интеллигенции, которая призывала рабочих вот за все за это бороться. Хотя рабочие понимали, что это в их интересах, да. Ну, у нас, кстати, и Ленин, и Мао, они верно говорили, что вот следование просто постулата марксизма не приводит к успеху, что надо в каждой конкретной социальной ситуации, в конкретной стране решать, как вот это все реализовывать. Мао Цзуден тоже верно об этом говорит. То есть, если полагать все время, что самые революционные это рабочие, то практика может показать, что далеко не так. Вот в данном случае, допустим, рабочие поддерживали как раз правое крыло, а революционное состояло из мелких собственников, ирландских националистов и так далее. То есть, мотивы участия в революции могут быть разные. Не обязательно, что механически, вот если ты рабочий, то ты, так сказать, революционер. Далеко не так. Вот об этом, кстати, много и Мао Цзуден говорит в своих работах, да и Ленин тоже. Так что сами же марксисты, в общем-то, говорили, что схематизм марксистский, он в реальной политике не нужен. Поскольку я скоро буду про Белинского, надо поговорить о теории официальной народности, с которой тот будет бороться. Она уже сформулирована где-то в 1933 году. Ну, конкретно, прям есть доклад императору о некоторых общих началах. 19 ноября 1833 года графа Уварова. Вот там сформулирована. Но они ее постепенно проводили, она к концу 30-х именно господствует в России. И это именно то, идеологически, что они пытались противопоставить, так сказать, Западу. Уже тогда. Кратенько она формулируется так, прям самим этим Уваровым, что мы имеем три главных начала, которые составляют собственность России. А каждая земля и каждый народ имеет таковой. Что у России, как и у всякого народа, почему-то, и у всякой земли, вот непонятно, земли или народа, короче, у России понимаемый то, как земля, то, как народ. Имеется собственная национальная идея, и каждая земля также имеет собственную национальную идею. Очень расплывчато, что же там, блядь, имеет-то идею. Потому что, ну, в России сотни народов. А земля, это, не знаю, это государство. А земля, какая земля, допустим, Польша это земля или не земля? Там Украина земля, не земля? Где граница этой земли? Ну, короче, вот так вот. Имеется некая национальная идея, И конкретно в России она заключается в трех началах. Это именно православие, самодержавие и народность. Вот это краткий такой девиз. Он явно антитезис девизу Великой Французской революции «Свобода, равенство, братство». То есть вместо свободы, равенства, братства, как и во Франции, в России должно быть православие, самодержавие и народность. И это национальная идея России то ли земли, то ли народа. В принципе, это суммирование идей еще татарина Карамзина, который написал историю России, о котором я рассказывал и немало там ругал этого татарина. И вот в этой истории России Карамзин доказывал, что специфика именно России как государства, что там обязательно должна быть самодержавная власть. Когда там власть в России есть, именно жесткая, центральная, вот тогда только России хорошо. И именно на этом государство основано, и без этого его не будет, вот Карамзин доказывал. Это самодержавная власть может быть только опираться на православие. И именно Карамзин очень много врал о том, что якобы церковь поддерживала централизацию России, поддерживала там всяческое формирование Московии. Хотя позиция церкви была обычно вообще примитивно, так сказать, рваческая. То есть когда надо церковь монголов поддерживала, когда надо она могла и сепаратистов поддержать. Позиция церкви была прагматичной, и на самом деле никакой связки самодержавия и православия не было даже вплоть до раскола. Еще во времена раскола церковь ругалась царизмом. Ну и вот все вот это сочетание самодержавия и православия, это и есть национальная самобытность русских. То есть национальная самобытность русских заключается в том, что они на коленях, значит, поклоняются разукрашенным доскам, а также не могут жить без царя. Демократия русским не свойственна. Карамзин уже скрещивал эти все вот идеи деспотизма с немецким национализмом. Параллельно я же рассказывал Гердер, там и прочих немцев Шлегеля. Немцы развивали идею национализма, о том, что есть национальный некий дух. То есть некая матрица, которая реализуется во всех институтах определенного народа. Допустим, у немцев определенный менталитет, да, он реализуется в определенных культурных формах, политических и так далее. А у француза другой. Вот как немцы рассказывали. Однако же, но опять же, немцев я пересказывал. Немцы формулировали это конкретно, прежде всего, как язык. То есть у немцев, во-первых, появляется язык, который в себе несет уже матрица идейная. Они про язык уже тогда очень много говорили. Вот сейчас про язык говорят очень много в 20-21 веке, еще и в 18-м немцы про это говорили. Из языка уже потом выводится фольклор, как наиболее такие базовые нарративы народа. Народные песни, народные сказки. Они формируются на основе тех форм образных, которые уже есть в языке. Вот потом уже из фольклора мыслители, когда приходят, уже третья стадия, они осмысляют этот фольклор, осмысляют сказки, и они уже делают выводы о народном духе. Ни в коем случае это не земля для немецких или любых других националистов. Потому что понятно, что если немец переедет с какой-то земли, то он все равно немцем останется. Вот если, допустим, немец в Сибири, он все равно немец, по нормальным понятиям европейским. Что мы видим у Карамзина и у Варова? И это извращение даже в среде русских этих оппозиционеров до сих пор наблюдается. Во-первых, у него нечетко сформулировано, что же, блядь, является носителем идеи. Земля или какой-то народ. Вот слово язык я тут вообще не вижу, но это неудивительно, потому что они язык придумали в 18 веке, и Карамзин об этом еще прекрасно знал, он сам придумывал язык. Он понимал, что язык искусственный, на нем нельзя национальность основывать российскую. Так вот, что является, во-первых, носителем, так сказать? Что у немцев-то четко написано и понятно, как это функционирует, а тут нет. Почему земля является носителем идеи, совершенно непонятно. Вот этот Чаадаев какой-то вообще мистику католическую приплетал. Как может земля там быть носителем идеи? Бред. И не показано, почему же все-таки у русского народа, если даже он вообще есть, что крайне сомнительно, почему у него именно идеи заключаются в архаике просто. Почему у него идеи заключаются в том, что нужно иметь неэффективную деспотическую власть, антинародную, и почему у него идеи заключаются в том, что нужно бездумно верить в средневековые предрассудки, то есть православие. Вот как это связано, через что связано. Потому что немцы-то, они реально исследовали язык немецкий, древненемецкий, индоевропейский, фольклор. Они показывали на фактах, как вот выводятся особенности немцев из языка или из фольклора. Тут ничего не показано, просто правительство распорядилось. Вот нам так нравится, что национальная идея русских это самодержавие. Вот это вот так надо, и вот так мы и будем говорить. Вот все. Ну вот с тех пор в такой форме это и висит. То есть они никогда этого не доказывают, врут постоянно в подтверждении всей этой достаточно хлипкой конструкции. Ну вот так оно и держится. В принципе, суверенная демократия путинская, это примерно то же самое. Но новая версия этого же всего, что почему-то русские по природе хотят подчиняться начальству. У реальных русских это никогда не наблюдается. Как правило, наоборот, они начальство ненавидят. Врут от него, отмазываются. Подозревают начальство во всех там, блядь, всяческих провокациях. И вообще, так сказать, по возможности плюют ему в спину. Как у нас же Масяне, это самое популярное, да, что начальник в жопе чайник. Много пословиц можно про начальников из русского народа привести, в том числе и 19 века. То есть это эмпирически не подверждается, это просто бессмысленная идеология нашей власти, которая имитирует, опять же, какой-то европейский национализм, но выбрасывая из него суть. Потому что суть европейского национализма была именно в поиске истоков национального мышления в народе. То есть европейский национализм демократический. А тут из него сделали что-то вот, что суть всего национализма в том, что надо царю подчиняться. Ну и что к чему. Ну как раз вот в конце 30-х это официальная идеология Николая Первого. Она активно пропагандируется. Газета «Северная пчела». И она внедряется через систему просвещения. На тот момент контролируют они систему просвещения, даже московский университет. Запрещает там распространение либеральных идей и требует, чтобы вот эту концепцию рассказывали. Что русский по природе, русская земля рождает исключительно сторонников самодержавия и так далее. В различных версиях она продолжала держаться всю историю. То есть последователем, допустим, во второй половине XIX века будет такой Котков, который будет против реформ демократических выступать. Достоевский будет консервативным либералом. То есть она также повлияла на наших либералов, которые считали, что в России нужно медленно осуществлять все реформы. То есть Достоевский он был в целом, так сказать, за какие-то демократические реформы. Он же был исторический-то социалист Достоевский, да? Фурьерист же он был. Но вот такой зрелый Достоевский это консервативный либерал. Он считает, что реформу нужно осуществлять медленно, потому что в России специфический, так сказать, дух православного христианства. И в нем и заключается истинный идеал христианства именно в том, что в России. И поэтому нам не надо ни капиталистических, ни социалистических идей. Ну, про говно в башке Достоевского я еще должен рассказать, если меня русская империя не уничтожит. Вот. Ну, в общем, в целом, можно сказать, что и черносотинцы сюда же восходят, и наши все абсолютно ватники примерно ту же лабуду лепят. И ключевые такие моменты нелогичные этой концепции я показал. Они прежде всего в том, что непонятно, откуда все вышитое исходит. Вот из какой там земли или из какого народа. В русский народ они практически записывают в идеале всех, кого русская империя когда-либо завоевывала. Вот поэтому антитезой концепции официальной народности и вообще ватников русских является нелиберализм. Либерализм они тоже могут имитировать. Просто говорят, что вот у нас такой свой либерализм. Вот суверенная демократия, да? У нас такой свой либерализм, что все за Путина голосуют. А антитеза является только подлинный национализм. Потому что сама вот эта концепция, она имитирует западный национализм. А лекарством от имитации является только что-то подлинное. Поэтому нормальный западный национализм это лучший враг для официальной народности. Почему они особенно против национализма-то и выступают. Смешивая его с фашизмом, там и с чем угодно. Борис Якоби как раз в 1938 году изобрел германопластику и другие изобретения сделал. Значит это немец и даже еврей. То есть он из Германии происходит, но он в еврейской семье даже родился. Которого привлекли в Россию. Они активно привлекали иностранных специалистов. Он сначала работал в Кёнигсберге, где-то близко от России, где изобрел электродвигатель. Я рассказывал, что американец изобрел и Якоби тоже. Они непосредственно параллельно изобрели. Потому что Фарадей уже сам принцип открыл. Вот они построили двигатель уже. Двигатель его стал известен. И поэтому его выписали в Россию на должность профессора Дербского университета. Там он показывал свой двигатель. И Николай активно его поддерживал. Надо сказать. В 1937 году Якоби подал записку Николаю. По поводу того, что ему нужны опыты. Для того, чтобы от электродвигателя работали машины. И также двигались бы какие-нибудь эти транспортные средства. То есть Якоби говорил, что на электродвигателях будут двигаться поезда, пароходы, корабли. И они будут крутить валы на заводах. Это все он говорил верно. Царь ему дал много денег. И эти опыты он проводил. На эти деньги он параллельно открыл гальванопластику в 1938 году. Он сконструировал 10 типов различных телеграфных аппаратов. В частности, буквопечатающий телеграфный аппарат. И построил линию телеграфную первую в России. В которой был принцип трансляции сигналов при помощи электромагнитных реле. Она соединяла, естественно, царские дворцы. Зимний дворец с царским селом. Все его работы в области телеграфии электрической были засекречены. Чтобы англичане не воровали. Ну и в результате теперь не могут доказать приоритет. Получается, что якобы он раньше открыл всякие разные телеграфы. А открывателями считаются западные. Потому что не публиковалось это. Ну он там работал по разработке морских мин. 13 сентября 1938 года под руководством якобы провели испытание первого в мире электрохода. Шлюпка ходила по небе. У нее был двигатель электрический. Вот 13 сентября 1838 года. Первый корабль на основе электрического двигателя был на Неве испытан и показали царю. Также он построил в 1939 году лодку с электромагнитным двигателем. В общем показал царю, что действительно можно от электродвигателя лодка будет ходить. За изобретение карбонопластики ему дали большую премию. Он был академиком в России. В общем всегда получал большие деньги. Потом ездил во всемирную выставку в Париже. И там в общем тоже участвовал. В общем в целом его Россия поддерживала. Однако же я тут рассказываю про множество изобретателей. Из числа крепостных крестьян. Которых никак не поддерживали. И судьба их даже неизвестна. И они погибли. Поэтому вот такой национализм у нас был. Я как раз про официальную народность. Вот они якобы считали русским, потому что он под властью русского царя. И почему-то у нас некоторые подданные были ровнее. Вот немцам они деньги давали. Считали, что немцы нормальные специалисты. И немцы все строили. А крепостным крестьянам реального русского происхождения не давали. Поэтому нет у них никого национализма. У них просто вот деспотизм. Под масками. Какими-то под масками. Демократией он может быть под масками. Национализма. Под масками чего угодно. А суть всегда одна. Что кто вот царю подчиняется. Хоть еврей он. Хоть русский. Вот тогда он значит. Как бы и входит в эту нацию. То есть у них эта самая псевдо-нация основана на подчинении какому-то начальству. А не на какой-то внутренней позиции. Не на том, от какой ты там матери родился, какой у тебя язык, где ты живешь. Не на традициях какого-либо народа. А вот главное, что ты какой-то власти подчиняешься. Вот к ней ты и принадлежишь. Эту позицию в большей части так называемая русская позиция продолжает отстаивать. Именно поэтому ничем они, абсолютно ничем от путинизма и не отличаются. Продолжение следует.